На этом занятии, как я уже сказала, мы уже спросим, что такое бипсервер и что такое сети. Для начала у нас остывка вопрос, в принципе, что происходит, когда мы открываем сайт. Как у нас сайт формируется на компьютере? Вот мы набираем Wk.com. Почему мы видим контент? Откуда он берется? Откуда? С сервера. Да, он берется с сервера. Очень хорошо. Он берется, если подробнее рассматривать, с бипсервера, если рассматривать конкретно. Передача идет, соответственно, все мы знаем через интернет. Если интернет нет, то сайтов у нас тоже нет. Вот, очень большая причина. Ну и даже нету всего остального, вроде почты, скайпов и прочего. Вот. Давайте мы поподробнее остановимся тогда на сетях, если мы уже выяснили, что нам нужен интернет для работы, по крайней мере, удаленного вебсервера. Ладно мне, пожалуйста, второй слайд. Итак, есть такая штука, называется она «Стет протоколов в TCPIP». Я прошу не пугаться. Значит, вообще, что такое протокол? Есть мнение на этот счет? Это способ организации, передачи данных, формализация. Да, совершенно верно. Это, я не буду пользоваться такими скучными определенными мнениями из человека. Это некая договоренность, то, что две машины могут друг другу понимать. Вот. О чем они между собой говорят? Это, если, совсем просто. Соответственно, если это некий стандарт, вот, и, соответственно, если это некий стандарт, соответственно, ответы вебсервера, запросы ответы вебсервера, в принципе, издача информации, она стандартизирована. Есть какой-то определенный стандарт, чтобы ей передавать. Есть наш интернет, есть модель ОСИИ, мы ее рассматривать не будем. Мы будем рассматривать TCP-ID. Это несколько стандартных, как я уже сказала, стандартных протоколов, это обучение, что несколько протоколов. На самом деле их очень-очень-очень непероятно просто множество, я думаю, что больше сотен, я думаю, что сотен уже ушел. Мы рассмотрим лишние цели общего потребителя. Давайте начнем с самого простого уровня. Этот показатель уровень, это то, что, грубо говоря, видим на экране. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь здесь знает вот этот протокол HTTPS? Что это? Это протокол передачи к предсерктовой разметке. Да, хорошо, проще. Это, короче, разметку сайтика, например. Хорошо. Очень хорошо. По этому протоколу общается браузер с веб-сервером, чтобы нам передать сайт. Это если совсем просто. Так, хорошо. Так, хорошо. Хмпп. Старый прокакивал? СНПП. Хмпп. Это Ачка, Джабер. Ты им пользовался? Ага. Сейчас я живу. Да, и, как ни странно, насколько я знаю, контакт используют для передачи сообщений. СССР? Это защищенный доступ. Да, защищенный удаленный доступ. Доступ к удаленному серверу. РДП? Две трактор. Ремонт-бестоп протоколы и протокол передачи данных к данным пакетам. Так, хорошо. А вот то, что приглавный уровень. Скорее, молодец. Да, ну, в общем, это удаленный доступ к рабочему столу, используется в Windows. Я совсем в их споте не вникала. Так, СТБ. Я думаю, что те, у кого уже был сайт, этим пользовались. Хорошо, да. Ну, файл трансфера, вот такого передачи понравилось. Так, хорошо. Ну, и здесь ДТП. Я знаю, это знаешь. Разрешение сетевых адресов. Так, хорошо. Ну, ладно, давайте, если уж... Так, есть еще iMac и ПОП-3. Почта. Почта, совершенно верно. Хорошо, то есть, ну, самое распространенное. Давайте возьмем. HTTP. iMac. И ПОП-3. Ну, он уже почти не используется, он почти не нужен. Ну, я думаю, что это самое... Ну, в принципе, для тех, если кто-нибудь там работает в офисе, возможно, у вас есть удаленный рабочий стол. Когда вы там, вы включаетесь к удаленному серверу, там, у вас там висит 1СК. Многие это используют, я это тоже использовала. Вот. И, соответственно, выполняет, там, я не знаю, какие-то действия, ну, например, там, вносят товар, там, забивают приходят товары на удаленном сервере. Вот. Для этого используется iMac. Ну, хорошо. То есть, самое простое, это HTTP. Это наши сайты. Почта. Ну, соответственно, все пользуются хвостами. Я думаю, что она у каждого есть. Вот. Ну, как минимум, чтобы туда регистрируют какие-то другие ресурсы. Вот. Это протокол iMac. Соответственно, для общения с HTTP, как мы уже выяснили, если это используется для, ну, допустим, загрузки сайтов, какая программа нужна? Браузер. Что у нас загружает сайты? Вот вы включаете компьютер, хотите зайти в контакт, что вы открываете? Браузер. Да, вы открываете браузер. Немножко оперов, а инфокс и так далее. Вот. Соответственно, вот это вот все будет серверами. Это будет сервер. Вот. А вот здесь у нас будут клиенты. Клиенты. Здесь для доступа удаленному HTTP серверу мы используем браузер. Вернее, мы не совсем доступ. Скорее, он формирует запросы, а сервер ответит, ну, некие ответы. Так. Для почты что мы используем? Почтовка. Ну, и так же здесь можно для всего остального, для SSH, те, кто заработал, все знают, обычный способ Пути, ну, или, ну, в случае есть встроенный SSH клиент, опять же, получаем удаленный доступ. Получаем доступ и так далее. И в ТП, кто работал в ТП, что использовал? Пайл Сива. Пайл Сива, да, отлично. Так. Прикладной уровень, он отвечает, в принципе, это то, что вы видите на экране. Вот. Он отвечает за представление, то, что вы увидите в конечном счете. В конечном счете вы увидите что-то в браузере, или вы получите доступ к почту, вы сможете там посмотреть почту, отправить почту. Если это асика, вы сможете даже там отправить сообщение своему другу. То есть, в принципе, какая у вас система? У вас есть некий сетер. Так, если что, вот эту таблицу переписывать не надо. Это кто-то тоже захотел? А ты можешь красную мать, по-моему. Красную? Даже не знаю, по-моему, это все так правило, они что-то. Мне сегодня не радуются. В следующий раз я сюда маркеру. Во, красную, ответьте. И у вас есть клиенты. Очень много клиентов. Клиентов. Ну, тоже клиент. Ну, не обязательно. Могут. Это тоже какой-то клиент. И они, конечно, общаются с сервером. И это называется, это очень давно, это называется клиент-серверная модель. Вот, то есть, ну, следует понимать, то, что когда вы... Заходите там на сайт какой-нибудь, вы получаете, вы отдаете запрос на получение контента вверх сервера. А он вам отдает что-то в виде ответа. То есть, что контент там из ниоткуда не появляется, он появляется из сервера. Вот, тоже самое с постом. Там уже чуть-чуть похитрее. Вот так. Там, наверное, чуть-чуть попозже. Мы это рассмотрим. Вот. Хорошо. Так, я, наверное, немножечко не по порядку пойду. Я пойду, на самом деле, с самого простого. С предполагаемым уровнем, в принципе, понятно, что это такое. Или не очень? Или понятно? Ладно, хорошо. Я думаю, мы потом к этому вернемся, если будет вдруг что-то непонятно. Мы перепрыгнем пока, я даже, наверное, не знаю, рассказать, мы должны на самый лишний уровень, на уровень канальный. Вот. Потом мы постепенно опять вернемся, поднимем себя. Так. Канальный уровень. Канальный не физический, на самом деле. Это физическая передача данных. Вот. Скажите, пожалуйста, у кого дома, так скажем, какой интернет? Проводной, беспроводной и так далее. Кто знает? Так. Поднимите руку, у кого Wi-Fi. Вот, как люди. Отлично. Так. Хорошо. Поднимите руку, у кого проводной. Все, отлично. Большинство людей, наверное, в целом, хотя бы по какой среде он у них передается по проводной или по беспроводной. Так. Хорошо. Я могу спросить, кто знает эти протоколы. Да, хорошо. Вот. Ну, соответственно, вот этот Ethernet, он самый используемый сейчас. Используется для передачи по VTU. В VTU она называется. Вот. Если у вас дома проводной интернет, скорее всего, вы все видели, это такие разноцветные проводки в количестве от двух до восьми. У кого-то, у меня, какое-то время у меня был коаксиал, это такой какой-то очень жесткий провод с сердечником. Так же есть оптоволок. Ну, это основа, но оно только для министральных конкурных проводов, на самом деле. Тянут. Тянут. Пользователям уже часто тянут сильно. Кто хочет потом покажу. Я не знаю зачем. Ну, наверное, да, но вообще, честно говоря, оборудование дорогое и подключение, я думаю, что тоже самое простое. То есть в VTU в принципе можно в домашних условиях обжать, а вот что делать с оптоволоком, я не знаю, что говоря. А вот этот стандарт 802.11, это, на самом деле, всем нам известный Wi-Fi, просто это отвечает за стык протоколов, он постоянно совершенствуется, поэтому там постоянно появляются какие-то новые выпуски. Так, потом, соответственно, 82.11, те, кто знает, там сначала, там B, потом G, потом N, потом, возможно, еще какие-то, их очень много, постоянно совершенствуется, соответственно, увеличивается скорость передачи данных. Так, то есть вот этот функциональный уровень, это то, как у вас передаются они физически. То есть это некая договоренность между устройствами, что устройства мы могли друг друга понять. Дальше мы, наверное, чуть-чуть потом подробнее рассмотрим этот процесс. Вот здесь физические уровни, то есть, так, они передаются физически. Значит, давайте поднимемся чуть-чуть выше. Значит, уже, так, что такое IP-адрес? Что такое IP-адрес? Что такое IP-адрес? Все вы все равно слышали это, да? Это, в принципе, я же сама просто подумала, что же такое IP-адрес. В общем, это такой адрес, который, который разрешает маршрутизацию на сетевом уровне. Так, и тут я немножко звонила. Давайте мы тогда нарисуем простейшую... Так, да, немножко мы сделаем. Хорошо, и посмотрим, зачем вот такое напряжение протокола. У нас есть некая квартира. И есть, ну, допустим, три человечка. Очень сложно. Девочки на высоте. Да, точно. Я думаю, тогда один из них должен быть чернокожим. Вот, ну ладно, я его потом немножко раскрашу. Соответственно, у нас есть роутер. Очень сложно. Очень сложно. Роутер такой. Правильно? Он такой же очень условный. Не помню, как писалось. У меня, по-моему, это знак. Это знак лампочки были. Практически, насколько я помню. Да не очень роутер. У этих трёх человечков есть разные устройства. Допустим, вот у этой девочки у него будет ноутбук, который подключается по Wi-Fi. У этого человечка у него будет телефон. Соответственно, он, ну, там, допустим, еще ехал. А у этого человечка у него будет проводной интернет. По Wi-Fi. И, соответственно, вот и все они заходят на совершенно разные ресурсы. Вот тут у нас будет некий сферический дата-центр. Очень сферический. Кто-то просто хочет зайти на какой-нибудь сайт. Кто-то хочет, ну, допустим, зайти на удаленный рабочий стол и так далее. У всех разные, в принципе, физические средства передачи данных. То есть, у одного это по проводу, у одного это Wi-Fi, там подсветится вообще на модельная связь. Вот. То есть, в принципе, этот уже большой накромонный катакол получается просто из-за того, что они используют разные ингредиенты. Вот. Соответственно, заходят они на разные ресурсы, хотят они только разного, поэтому на прикладном уровне тоже получается очень огромное накромонный катакол. Так же. у него очень много оборудований. Здесь у нас, на самом деле, большая сеть. Вот. сервера находится где-нибудь, допустим, больше далеко. Ну, допустим, не знаю, где он может находиться. Допустим, наши клиенты находятся где-то в Петербурге, а сервера находится в Москве. То есть, сильно физически друг от друга удалены. И, соответственно, ваш сигнал, он, в принципе, они географически друг от друга удалены. И так же вот этот сигнал, вот эти вот все запросы, которые они посылают, они, соответственно, пойдут через разных интернет-провайдеров. Так, всем понятно, что такое интернет-провайдер. Это интернет-провайдер – это такая компания, которая дает вам интернет. Ну, есть интернет-провайдеры еще магистральные. Это интернет-провайдеры, у которых, ну, достаточно большие каналы, которые могут выдать достаточно больший канал. Они обычно выдают интернет-провайдерам поменьше или в крупным организациям. Ну, например, дата-центр, хостинг-провайдер. Так. Понимаете? Провайдер. И еще один центр, поменьше, провайдер. И если, допустим, вот эта девочка будет посылать попытаться открыть сайт, сервера которого находятся в Москве, то есть сигнал сначала пойдет на роутер, дальше он пойдет к интернет-провайдеру. Если посмотреть по утилите TraceRoad, в Windows он называется Tracer, интернет-провайдер. Наш сигнал пройдет несколько кругов через различных интернет-провайдеров, прежде чем он достигнет, соответственно, сервера. вот, в принципе, шестерец, о чем это было все объяснение, потому что интернет-провайдер – это не единственные компании, их много, они все используют свои, у них у каждого свое оборудование, и они используют разные протоколы на сетевом уровне. У них есть различные оборудования, и у многих различные оборудования, и, соответственно, у одного интернет-провайдера своя подсеть, у другого интернет-провайдера другая подсеть. И самая большая задача – подружить, соответственно, маршрутизацию между интернет-провайдерами. И за этим вот нужно, на самом деле, там есть одно на сетевом уровне, вот, не только те, которые не перечислили протоколы, их, на самом деле, достаточно много, бипнет, бисек и проще. Но чаще всего используется, как вы знаете, IPv4. Дальше идет уровень транспорт. Так, как мы уже выяснили, у нас сигналы передаются физически. Дальше идет сетевой уровень, уровень маршрутизации, когда ваш сигнал должен передаваться на какое-то длительное расстояние через несколько часов. То есть вот на сетевом уровне разрешается, как сигнал от вашей квартиры пройдет куда-то далеко, например, в Москву, неважно, в Америку, например, в Нидерланды. То есть на сетевом уровне это решается. Транспортный уровень. Зачем он вообще нужен? Беда в том, что на канальном уровне и на сетевом уровне не решается проблема гарантированной наставки сообщений. То есть, в принципе, все данные, которые вы пытаетесь транслировать, по протоколам более нижних уровней, они не гарантируют доставку. То есть вы просто транслируете, все, что они делают, они просто проверяют. Сообщение корректно дошло или некорректно. Они просто его в сообщении отбрасывают. Соответственно, и таким образом у нас может прийти информация немного битая. Из-за чего это такое может быть? Ну, все знают, что в принципе Wi-Fi это не очень надежно, это очень удобная передача данных, но не очень надежная. Не очень надежная, ну, потому что это радиоволны, а из-за того, что у нас там могут быть вообще те электромагнитные случения, возникают помехи. Если возникают помехи, есть шанс, то то, что те данные, которые мы пытаемся передать, придутся в исхоженном виде. Соответственно, если ошибка обнаруживается на этот уровне, они отбрасываются данные. Но они не справляются, они просто отбрасываются. И в итоге те данные, которые мы пытаемся передать, они придут просто в искаженном виде. Ну, я не знаю, допустим, у нас придет какая-нибудь картинка с помехами. Это будет очень грустно, я думаю. Вот. Или просто, в принципе, настолько будут там сильные искажения, что наша конечная программа не сможет интерпретировать вообще, что ей пришло. Вот. Соответственно, чтобы правильно, чтобы решить задачи гарантированной доставки, придумаем транспортный уровень TCP и UDP. Протокол UDP чуть попроще, TCP чуть посложнее, поскольку у нас так TCP и IP, я предлагаю рассмотреть TCP. Можно мне, пожалуйста, слайд другой? О, да. Это заговорки. Я думаю, что... Да. 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 В принципе, сеть – это достаточно сложная. Здесь я попыталась представить, что именно содержится в заголовках. Это не полный перечень. Разумеется, просто если мы будем все это рассматривать, я думаю, значит, это не полный перечень. Что содержится? Зачем я его выключила? Чтобы было больше понятно, с чем именно работает. Соответственно, на канальном уровне у нас уже кадр. То есть, в принципе, как, если вернуться к тому, что я рассказала ранее, как нам будет передаваться информация. Давайте возьмем схемку посложнее со свитчом. Это похоже на свитч? Не очень? Пока нет. Хорошо, это будет похоже на свитч. Это роутер. Я не помню, как он должен, на самом деле, бросать сон. Вот так. Вот это у нас будет, вот эти вот линии, это у нас будут провода. Здесь у нас будет компьютер. А вот здесь вот у нас будет, как очень интересовать, это интернет. Пока не очень понятно, но можно очень часто так запрашать. Когда вы, допустим, посылаете какой-либо запрос к вашему каналу, допустим, вы просто пытаетесь открыть страницу сайта, допустим, и посмотреть там, допустим, когда у нас следующая встреча в Hackspace. Что делает ваш компьютер? Ваш компьютер, соответственно, преобразует вот этот запрос в бит. Ему же надо как-то передать информацию и дополнять его некой информацией. То есть вот у нас есть какие-то количество бит. Дальше у нас информация должна дойти до свитча. Свитч, ну, их сейчас можно встретить, мне кажется, только где-нибудь. Ну, на работе, на предприятиях. Потому что дома у нас почти у всех стоит холод. Здесь можно встретить. Да. У нас можно встретить всё с 80-го года. И, соответственно, вот у нас есть наш запрос в битах. Дальше он упаковывается. Тут у нас есть запрос. Транспортный уровень. Транспортный уровень. Формирует наш запрос. Он упаковывается. Мы решили то, что мы работаем со СССР. Формирует наш запрос, как это будет. В СССР. К нему дописывается. Какая-то информация. Самое важное на самом деле это IP-адрес с какими значениями. И используем протокол. Соответственно дальше на сетевом уровне это упаковывается в IP-пакет. Вот это всё упаковывается в IP-пакет. Так, контрольная сумма. Тут, кстати, тоже скорейшая контрольная сумма есть. Тут тоже будет IP-адрес. Отновление назначения. Протокол, который использует транспортный рынок. Мы решили, что это у нас IP-пакет. Время жизни это time to live. Я думаю, мы его пока не будем рассматривать. Длина пакета. Это нужно, чтобы отличить... У нас есть какие-то данные. У нас есть заголовок. Учисляющаяся информация, которая тут перечислена, она оказывается в заголовке. Вот. Длина пакета обозначает, соответственно, в какой месте уделяется заголовка и в какой месте уделяется нюанс. Вот. И дальше, все это запихивается в два канального уровня. Здесь у нас уже идёт самый важный. У нас знак адреса. Проблемы назначения. Вот. Здесь у нас адрес нашего компьютера. И у нас адрес вот этого свитча. Вот. И положим то, что они уже знают. Мак адреса. Вот. Дальше, все это дробится на пике и отправляется свитчу. Соответственно, у нас свитч. Свитч работает только с канальным уровнем. Он заглядывает в канальный уровень. И отправляет это дальше. Он отправляет это роутеру. Роутер работает уже уровнем выше. Надо сказать, что роутер, он сам инстатизатор, работает в значительном уровне. Он уже это отправляет дальше. Насколько я узнала, он отправляет это шлиф по умолчанию. Следующее уже. Это какое-то оборудование интернет-пробайтера. Вот. И дальше уже, ну, мы рассмотреть не будем. Соответственно, оно прыгает несколько фоков и приходит, соответственно, на сервер. Вот. То есть, самое главное, что мы рассмотрели. У нас есть несколько уровней прикладной, транспортной, сетевой, канальный. Есть оборудование, которое работает на разных уровнях. Роутер работает на сетевом уровне. Свитч работает на канальном уровне. Свитч не умеет работать на других уровнях роутеру. То тоже будет различно, что там в уровне у меня выше. Транспортных и прикладных. Значит, на сетевом уровне мы используем протокол IP, IP пакет. На канальном уровне чаще всего используется интернет или Wi-Fi. У кого как. Транспортный уровень. Транспортный уровень. Чаще всего используется TCP. TCP, потому что он гарантирует доставку данных. И так. Там есть такая штука, как... Трехорудневое рукопожитие, я уже вспомню. Он присылает в опрос на установление поединения. Если сервер может, сервер это подтверждает. И, соответственно, конечный хост точно знает то, что наши данные перезадутся. Совершенно точно. И TCP он чуть попроще. Он просто швыряет данные в одну сторону. Все, что он делает, он только проверяет, в принципе, пакет дошел в 8-мином виде или нет. То есть, что такое контрольная сумма, он просто проверяет. Соответственно, пакет пришел целый или скажу. Вот. TCP, наоборот, он гарантирует доставку. И TCP, естественно, и более распространенный. UDP используется... Ну, TCP важен там, где важна надежность. UDP, кто знает, где используется? Ты знаешь, наверное. Да, это обычно какая-нибудь трансляция видео. Это голос. И иногда... Ну да, обычно... А, иногда выдох используется. Там, где важна скорость. Так. Ам... Все понятно? Не очень... Хорошо. Да. То есть, самое главное, что мы уснили. То, что у нас есть несколько уровней. У нас есть определенные протоколы. И есть определенное оборудование. Которое... Которое работает на каждом из протоколов. Так. А может меня какой-нибудь другой слайд теперь? Так. У меня серверная модель. Мы это уже обсудили. Что еще там есть? Да. Ну, вот мы его объясняем не обсудили. Плюс и минусы клиент-серверной модели. Ну, то есть, есть два подхода. В принципе, к размещению информации. Есть клиент-серверная модель, когда у вас вся информация аккумулируется где-то в одном месте. И есть распределенная система. Вот как мы уже обсудили, клиент-серверная модель. Допустим, это BPCR. Есть какие-то свои плюсы, свои минусы использования этой модели. Ну, вот самое важное. Так. Вычисление выполняется на сервере, что снижает выброску на программу клиента. Хорошо. Допустим, у нас есть сайт. Давайте возьмем то же самое. Контакт. И здесь много клиентов, которые просто хотят им развить. Сервер им предоставляет данные по запросам. Они отправляют запрос на какой-то определенный концерт. Когда мы, допустим, пытаемся зайти туда на сайт. Просто такой. Пум. Мы посылаем ему запрос. Скорее всего, он там отдает какую-либо страницу, что-нибудь примутку. Или все, как-то по ФТ. Он возвращает нам ответ какой-то. И возвращает нам страничку с определенным концентом. Там могут быть фотографии. Ну, допустим, мы загружаем нашу страницу. Тут у нас какая-то фотография, тут у нас какие-то сообщения и так далее. Какой-то определенный контент. Он нам не предоставляет доступа по всему контенту, который у него хранится. Он огромный, все понимают. Там фотографии, дизайн-писи, там всего-всего-всего-всего много. Вот. Он нам предоставляет какие-то данные по нашему запросу. Также, что очень важно, то, что Ниди, кроме того, что он нам предоставил контент, есть некие детства, которые выполняет только сервер и не выполняется на студенте. Каждый раз когда вы пытаетесь, ну, допустим, отправить сообщение, залить какую-то фотографию и так далее, ну, в общем, опубликовать новость. На сервере отрабатывает специальная программа, скрипт. Скорее всего, там какой-то круглый скрипт. Вы не видите работы этого скрипта. Все, кто не видит работы этого скрипта, тем не менее, на сервере он работает и нагрузка идет. То есть отрабатывается скрипт, который записывает какие-то данные. Это в случае бипсервера. В случае, ну, допустим, если взять в удаленной работе стол, ну, те сектор работы, у кого один раз как вынесено на отдельный сервер, вы выполняете, если на удаленном сервере, при этом, ну, вообще, знаете, один раз она обычно тяжелая, для него берут какой-то мощный сервер. И основная нагрузка, конечно же, идет на сервер. Вот. При этом со стороны клиента мы этого не замечаем. То есть там выполняются приемные скрипты программ. То, что вебинг называется бэкэндом на стороне сервера. На стороне клиента также могут выполняться какие-то программы. Они называются фронтэндом. Эти скрипты обычно это опорминия страницы. Тот самый javascript. Есть еще какие-то другие? Кто помнит, что у нас кроме javascript у нас страницы выполняются? Кто-то не помнит. Ну, флэш может. Да, флэш. Какой-нибудь там макрософтская фигня там. Да. Но самое популярное это javascript. Здесь обычно это оформление страниц. Вот эти вот красиво всплывающие окна. Вот эта вот красивая прокрутка фотографий. Какая-то анимация. Вот. Это выполняется на стороне клиента. То есть у нас есть. Это уже понятие и спрограммирования. Программирование. Дэкэнд он у нас в стороне клиента. Т.е. это программы. Это скрипты. Это какие-то маленькие кусочки в картинке программ. Так. Хорошо. Вернемся к плюсам минусам. Соответственно, если у нас сервер упал, что у нас будет? Будет ли у нас сайт доступен? Нет. Нет. Он упал. У нас ничего не будет. Вот. В этом, конечно, минусы. Ну, как плюсы. Так. Да. Это вышел уровень безопасности. Это значит, что все данные находятся в одном месте. Вот они администраторы, которые все-таки их держат в контроле. Если бы у нас была распределённая система, конечно, такого уровня безопасности, если бы нет. Так. А можно есть ещё слайд? Ага. Мы медленно разбираемся всё совсем. Температура stab betrayed. Да. Так, хорошо, какое? Кто знает, какое ПО нам необходимо для работы сайта? Да, слушай. Ну, веб-сервер, собственно говоря. Хорошо, а если это сайт на CMS, допустим, этот шумба. Наверное, это система управления базой данных. Да, да, совершенно верно. Нам нужно две вещи. Сейчас мы рассмотрим работу веб-сервера. Нам нужна некая программа, которая будет принимать вопросы от клиентов, конечно, пользователей, от нас с вами. Вот. И отобрать какой-то контент. Ну, значит, нам нужен веб-сервер. Иногда нам требуется еще дополнительно по системам управления базой данных. А что у нас еще есть? А. Да. Это пост-ресс. Ну, давайте будем веб-сервер. Тай я напишу. Из того, что я знаю, это МКДБ. Там есть еще всякие разные. Оракол там, какие-то дурацкие вообще. Ой, Оракол. Это тоже какие-то осветления от Майскуэля. Какие-то странные, Мария Доба и прочее. Вот. На самом деле, самое известное – это Майскуэль. Позже мы вернем еще в данном. Нам нужна программа, которая отвечает на запросы от нас. Это программа веб-сервер. Чаще всего используется… Апач. Да, Апач. А также есть наша советская… Извиняюсь, российская разработка. Это Машинкс. Это ПО, которое… Вы посылаете ему запрос, говорите, я хочу контент. Я хочу сайт. Оно вам дает ответ. Оно вам дает… То есть, всего, если вы говорите, я хочу сайт, вы запрашиваете какую-то страницу. В 95% случаях она называется индекс HTML или индекс PHP. Есть, конечно, вариация, но… В этом именно так. Вы говорите, я хочу сайт, а она вам его предоставляет. Далее надо рассмотреть небольшое отличие. Причем вот это все-таки отличается от этого. Если… С этим все достаточно просто. Если мы говорим, мы хотим индекс HTML, она вам просто загружает этот документ. Так. Я надеюсь, у всех в школе были какие-то основы вебы, все делают какие-то простые сайты на HTML, такие открывали, рады. Еще у нас там какая-то страничка, браузы, там все эти простейшие… В общем, если кто не видел, HTML, он позволяет рисовать достаточно скучные сайты. У вас там есть какой-то текст, какого-то цвета фона, потому что можно напихать фотографии, но достаточно скучно. Это скучно и ненужно и вообще… Интернет двухтысячных годов. Ничего интересного. Значит, для того, чтобы сделать интерес, для того, чтобы у нас была возможность, допустим, загрузить фотографии, написать комментарии, какую-то новость опубликовать и как-то еще повзаимодействовать вообще с контентом. Если у нас магазин там сделал заказ, положить товары в картину, нам нужно как-то манипулировать нашими данными. Для этого мы используем сценарный язык. Мы вызываем вот эту страницу. То есть страница достаточно большая. Вот эта страница означает то, что на сервере отрабатывает какая-то определенная программа по представлению контента. То есть вот здесь мы получаем какой-то статический контент, который не изменится. Мы не можем его поменять. Там просто отдается какая-то HTML страница. Там будет какой-то текст, какая-то картинка. Если мы... Вот в этом случае, если мы используем язык программирования, мы запускаем на сервере программу. И вот эта программа, это скрипт PHP, чаще всего PHP. И на то есть просто спирт, петон. Начало скрипт. Там есть младшесть для этого. Можно даже отжаву. И вообще я думаю, что в серверах очень много. Вот. Мы... А где это сейчас? Их очень много. Вот. Мы запускаем программу. Эта программа может менять контент. Позволять нам как-то из них контент. Ну вот, самое простейшее. Мы можем зайти из контакта и опубликовать новости. О нашем следующем занятии. Вот. Это какие-то действия. Наши данные. Пускай какая-то программа. Так. Мы вместе собираем. Для каждого языка программирования существует свой веб-сервер, который умеет работать. Для PHP это Apache. Для... Для Python, насколько я помню, это... Tornado. Для JavaScript это Node.js. И так далее. Для JavaScript это... Tornado. Это него... Мы пока берем... Самый распространенный язык это PHP. Он отработается на стороне сервера. Вот. Самый распространенный... Самый распространенный сервер, который нам позволяет выполнять программу PHP, выполнять скрипты PHP, это Apache. Есть еще более... Ну, есть. В NGIMS там с модулем тоже. С модулем. Да. PHP. Или проксирующий сервер. Я думаю, мы это чуть-чуть попозже рассмотрим. Давайте перейдем к базам данных. Как мы уже сказали, мы иногда используем базу данных. Давайте я их сюда вынесу. Сейчас я скоро вынесла. Так. Сокращение. Система управления базы данных сокращена с UBRP. Самая популярная система это MySQL. Последняя версия системы 6. Так. Кто-нибудь сталкивался с базами данных? Так. Так. С тобой все понятно. Хорошо. 1С. Слушать. Работал с 1С. Отлично. Хорошо. Тогда вы видели базу данных. Просто она немножко только выглядит. Вот. В чем фишка базы данных? Готовы ответить? Не знаю. Ну, просто структурировано данные представляют. Хорошо. Для того, чтобы вы лучше понимали, давайте я вам нарисую несколько табличек. Допустим, мы владеем, не знаю, допустим, мы сейчас, мы работаем в РЖД и, кстати, у нас есть какие-то клиенты, которые покупают у нас билеты. И нам их всех надо куда-то отправить. И хотят они все в разных городах. У нас есть какие-то поезда. Вот тут, допустим, номер поезда. А вот здесь его маршрут. И так далее. И так далее. Вместе с этим у нас есть клиенты, которые хотят куда-то поехать. У них есть какие-то определенные заказы. Там даже, скорее всего, точка отправления, точка прибытия. Да, да, кстати, там точка отправления, точка прибытия. Или почка. И они хотят куда-то поехать. У них есть какие-то определенные запросы. В Караганду. Из Петербурга в Караганду. И так же у нас есть табличка, большая, короче, табличка с билетами. Они хотят купить билеты. Вот тут вот будет номер поезда. Так. Тут, я думаю, наверное, интервал, откуда он едет. И тут кто же его сейчас купил. Если бы, я думаю, у нас есть еще много достаточно таких табличек. Какая-нибудь отчетность. Насколько мы билетов там продавали. И так далее. Если бы мы пытались эти таблички запомнить в Excel, нам бы постоянно приходилось с одной таблицы прыгать в другую. Смотреть. Допустим, вот у нас зарегистрировался новый клиент. Он хочет купить какой-нибудь маршрут. В Ярославль, Петербург. Мы бы постоянно приходилось заглядывать то в одну табличку, то в другую. Смотреть на номер поезда. Куда этот поезд едет. Смотреть, есть ли свободные билеты. Постоянно прыгать с одной таблицы на другую. Билеты на этот поезд. И система управления базовыми данными сама посмотрит, сама откроет вот эти три таблицы и посмотрит, есть ли свободные билеты. Это вот самое главное, то что она создает связь между таблицами. Она постоянно, она может оптимально зайти в каждую таблицу и запросить какие-то данные. Вместо того, чтобы открывать то одну таблицу, то другую таблицу, просматривать их сверху вниз, она может сразу выполнить этот запрос. Также фишка, ну кроме того, что она очень оптимально работает с таблицами, может случиться такая ситуация, что, допустим, билеты у нас покупают на галерее, особенно летом. Все знают, что ты там только билет посмотрел, захотел его купить, покажешь, а его уже нету. Куда он ушел? Вот. Поэтому может легко произойти такая ситуация, то что попытается два человека, например, купить один и тот же билет. Будет очень грустно, если все-таки эта запись произойдет, им на двоих продадут один билет. В итоге они просто придут в поезд и подерутся за полку. Это грустно. В системе управления базами данных такая ситуация предусмотрена. Потому что пока осуществляется доступ к каким-то данным, никто другой не может получить доступ к этим данным, пока не будет они записаны. То есть, если вы пытаетесь купить билет, никто этот билет, пока вы пытаетесь купить, его не купит. Вот. То есть реализована блокировка данных. Пока вы пытаетесь совершить какой-то фейт, данные эти за изменения и в некоторых случаях за счетами заблокированы. Так. Фишка с УВД. Так. Что у нас еще есть? Вот так. И есть еще тоже очень классная фишка. Репликация баз данных. То, что, ну, соответственно, это достаточно критичные данные. Допустим, если произойдет какая-то крах системы, вы их потеряете и будет очень грустно. Никто не понимает, сколько билетов продано, никто не может больше продавать билеты. Достаточно большая грустняшка. Соответственно, в УВД оптимизирована такая вещь, как репликация. Вы можете вот эту информацию, вот эту огромную базу данных, там много-много таблиц, их может быть целые тысячи. Она копируется на другой сервер в режиме реального времени. Это очень классная штука. Так. И... Да, и самое главное. Вот эти вот ваши скрипты на PHP, они имеют, соответственно, дольский вход в базу данных, и они могут видоизменять информацию в базе данных. То есть каждый раз, когда, допустим, вы заходите на сайт, пытаетесь купить билет, отрабатывают PHP скрипт, который пишет, допустим, зарегистрировался новый пользователь, сюда записывает, он купил билет такой-то, завернусь в табличку, и сюда записывает, он купил билет такой-то, и так далее. И вот сюда в очереди пишется, что купил вот такой-то билет, и так далее. То есть он может записать... Один скрипт может записать информацию в несколько табличек. Примерно понятно, о чем я говорю? Ну и, пожалуй, самое главное сообщу, за что я все-таки любила эту работу, за что я люблю все эти замечательные сервера, вот, про их работу, в принципе. Так, сейчас мы рассмотрим, с вами, небольшой аспект из работы, в принципе, любого компьютера. Это очень образно изображено, время доступа к данным. Самое маленькое время доступа, у нас память процессора. У нас процессор тоже обладает какой-то очень маленькой память, очень маленький цехом, он совсем там малюсенький запаливается, у кого-то там 15, у кого-то там пару не капает, очень-очень мало, очень-очень-очень мало память, зато она невероятно быстрая, что очень мало память. Там отрабатывают какие-то очень-очень маленькие системы проступительских программ. Так, с первого уровня, с второго, здесь два. Здесь это просто процессор. Чуть положше влияние для доступа к оперативной памяти. Так, все знают, у кого сколько оперативной памяти на компьютере, на ноутбуке? Нет? Ну, обычное это значение сейчас колеблется от 1 ГБ, только, как я думаю, где-то у кого-то даже до 16 ГБ. Отсюда данные запрашиваются чуть медленнее, но все равно достаточно быстро. Самое большое время запросов к диску. Ну, сколько у кого места на диске, все знают. Я думаю, что сейчас это где-то от 80 ГБ, там-то до 1 ГБ. То есть у вас здесь невероятно много места, ну, по сравнению с оперативной памятью, где у вас там, допустим, 2 ГБ, а тут у вас 500 ГБ. Вот, то есть в оперативной памяти у вас мало места, здесь у вас достаточно много места. Ну, сюда, то есть вы сюда можете, там, огромное количество информации, но очень долго опрашивать эту информацию. И это время достаточно критично, если у вас сервер. Если вы пытаетесь обращать информацию с диска, он пока их прочитает, вы безответственно медленно. Соответственно, очень выгодно их хранить в оперативной памяти. То есть обычно мы дома на компьютере мы взаимодействуем с диском, мы записываем фотографии на диск, мы смотрим, записываем фильмы на флешку, мы обычно взаимодействуем с диском. Вот. Веб-сервер и база данных можно сфигурировать программу так, что вы можете работать с оперативной памятью. И это очень достаточно тупо. То есть вы можете разогнать ваш сервер, уменьшить, соответственно, время отрабатывания в карто. И, как результат, ваш сайт будет грузиться быстрее. То есть все, что вам для этого надо, просто указать серверу, потому что некоторые данные можно читать из оперативной памяти и следует их читать из оперативной памяти. Называется этот процесс кэширование. То есть когда он записывает их в оперативную память с целью, чтобы их потом использовать. MySQL очень хорошо работает с кэшированием. Вы можете прописать, какие именно данные кэшируются, сколько таблиц кэшируется, размер этого кэша и так далее. Дело в том, что почему-то, смотря на наших клиентов, они почему-то очень редко это делают. Они заказывают какой-нибудь там супер-мега-крутой тариф, там у них там 10 гигабайт памяти, а если зайти на сервер, используются всего один. И совершенно понятно, зачем они заказать сервер с 10 гигабайтами. Верх сервер, как мы уже обсудили, он вам отдает какой-то контент. Это HTML-странички, это статистический контент по фотографии, допустим. Там тоже можно держать некий контент в кэше. Ну, допустим, если у вас страничка там индекс HTML. Имеет смысл не каждый раз запрашивать ее с диска долго и медленно, а запрашивается она часто. Мы уже выясним, потому что, когда мы заходим на любой сайт, мы запрашиваем чаще всего индекс HTML. Имеет смысл ее держать в оперативной памяти, так быстрее. И, соответственно, одно из наших занятий будет посвящено настройке кэширования на веб-сервере попасть в nshinks и в MySQL. Так, хорошо. Давайте мы почтим, так, 20-30, нормально. Супок по вопросам, ты сейчас уже потерялся по дороге. Да, было очень много тем рассказывано. Хорошо. Так, ладно. Последнее ради чего мы вообще сюда еще пришли? вот и с чем мы на первых порах сталкиваемся небольшой любез по услугам хостинга мы разбирали как работает интернет что такое веб-сервер и так далее а сейчас мы разберем вообще в принципе что такой хостинг что такое хостинг да ну не знаю когда приезжаешь кому ты хостишься практически так хостинг провайдер это та компания в которой вы можете арендовать ваш сет есть они предоставляют несколько услуг и соответственно надо вам разобраться какая именно вам нужна обсудили сколько еще обсудим да давайте начнем наверно с dedicated с физического сервера это самое простое почему это просто потому что это просто такая огромная машинка большая физическая дура которую вы арендуете ну в общем давайте мы нарисуем симптом почему-то все закрываем верни обратно мне нравится этот слайд так давайте мы нарисуем угольничку вот у вас есть хостинг провайдер вы хотите арендовать сервер вы идете в хостинг провайдер ну допустим заходите на сайт хостинг провайдера у хостинг провайдера соответственно у него все эти сервера если мы допустим ориентируем физический сервер они должны где-то находиться неожиданно они должны где-то стоять и от чего-то работать такое место это такое особое место оно называется дата-центр просто в чем особенность дата-центра почему я не знаю вам там дома не устроить собственный дата-центр просто поставить в компьютер и включить в его к интернету здесь особенность в том что у дата-центра во-первых у него очень широкий канал очень большая пропускная способность и бесперебойное питание это два самых важных признаков то есть если у вас дома я не знаю у вас там могут легко пропасть интернет вырубили интернет такое бывает у вас могут вылечить пробки и прочие какие-то неприятности случится дата-центр гарантирует то что вот эти неприятности сведены к минимуму допустим если им все-таки отрубят интернет у них есть резервный финал они на него тут же переходят в лучшем случае вы даже не заметите этого скачка они тут же переходят если вдруг внезапно все-таки отрубили электричество на моей памяти так и бывало у них есть система резервного питания это обычно такой огроменный генерал который стоит работает и обеспечивается электричеством пока свет все-таки дату то есть даже у вас там допустим полгорода вырубили электричество есть вероятность то что дата-центр будет работать зачем это нужно если повален города нет электричества допустим не можем полосить и знаете в фринляндии закидает да ну допустим вашим сайтом интересуется не только в городе петербург а по всей россии в петербурге нет электричества ваш сайт работал полный здорово но он был грустно допустим если у нас там там так грохнулась из-за того что у нас там селекторе отрубили электричество это было просто ну еще некоторые особенности там есть туда принимают ну соответственно там есть стойки в них стоят сервера вот у них особая конфигурация в принципе у всех серверов они чаще всего для надежности поддерживают так называемый рейд система чаще всего у серверов портится диск если диск умирает все ваши данные умирает вместе с ним здесь все безвоздатно даже если удастся восстановить все равно будет грустняшка ваш сайт будет не работать что делать проект есть два диска информационный союзник постоянно копируется обменивается то есть фактически у вас сайт размещается на двух дисках когда один из них умирает сайт продолжает работать просто есть резервная копия на этом вы даже не вы даже не заметили как вы все-таки диск умер а сайт продолжает работать лучше всего тоже опять же до такого не давать есть мониторинг обнаружить то что диск начинает прохлеть лучше его вытирать не экономит при этом вы не замечаете этих тех работ то чтобы не случилось там я не знаю вырубили электричество интернет умер диска вообще а вы не замечаете у вас сайт работает в этом преимуществе а то физическим сервером там они обеспечивают гарантию по поводу рисков наверное на нашей совести ты арендуешь сервер и они за ним следят они тебе чаще всего предоставляют оборудование который уже такой сильный был вот как бы новый день никто не предоставит это серверов не напасешь предоставляет сервер вешать его на монитор говорят все с ним будет скок пока ты платишь деньги и с ним все действительно в порядке также дата-центр ну соответственно нужен интернет это логично иначе мы не сможем никуда зайти вот если у нас тут сайт а интернета нет разуме на сайт наш не сможем попасть как я уже говорила у дата-центр есть какой-то основной канал от одного интернет-провайдера очень большой интернет-провайдер интернет-провайдер есть резервный еще один интернет-провайдер то есть то есть когда вы заказываете ваш бизнес-провайдер по всему так вы здесь заказываете оформите заказ ваши мальчики идут ну у кого-то уже автомат автоматом они идут втыкают вот ваш сервер в дата-центр в стойку соответственно подсоединять его к питанию к интернету и через какое-то время говорят доступ есть все готово ну нагадывать еще на него сидел вот что такое ВДС ВПС я предлагаю не рассматривать разницу между ВДС и ВПС потому что со стороны клиента это тоже со стороны виртуализации я не хочу это рассматривать пока обычно для нас для всех у нас есть один компьютер на нем одна операционная система у некоторых но одновременно работает только одна у кого-то это чаще всего это Windows у некоторых это Windows что такое ВДС и ВПС когда у вас не одна операционная система на одной физической машине в основном одна две три вот очень-очень-очень-очень много то есть вот здесь стоит программа виртуализации которая позволяет на одной физической машине запустить очень много операционных систем вот вот это вот эти штучки будут ВПС виртуальными серверами они на вашей стороне вы не заметите вообще никакого отличия от физического сервера вы даже будете когда сработать с устройствами и так далее как будто вы действительно работаете с физической машиной то есть со стороны клиента в принципе разница небольшая между dedicated и между WPS virtual private server и есть еще shared хостинг он же общий хостинг это одна система одна система она заточена под какие-то это если на WDS или на dedicated вы можете использовать под разные услуги вы можете там разместить 1С вы можете там разместить IP-телефонии веб-сервер удаленный рабочий стол да что угодно то общий хостинг заточен под одну единственную задачу это веб-сервер вы можете там размещать сайты все ну хорошо еще почту больше ничего не можете это 1С на которой очень много пользователей они одновременно залогинены и наделены очень маленькими полномочиями все что они могут это отдавать сайтики то есть у вас здесь стоит веб-сервер веб-сервер ваза данных и вы можете отдавать сайтики соответственно у вас в пределах одного аккаунта может быть несколько сайтов и таким образом на одной физической машине у нас там может хоститься аж там до сотни сайтов Ну, соответственно, в порядке по величине стоимости самый дешевый – это общий хостинг, очень примитивная задача, очень мало ресурсов тратится, чуть-чуть подороже ABPS – от 500 до 1000 рублей в месяц, Shared – около 100 рублей в месяц, и Desicated – они стартуют от 5000 в месяц. Хостинг проводов очень много, если просто набрать хостинг в интернете, я не знаю, глаза разбегаются, и даже не знаешь, на ком остановиться. В принципе, чем они могут отличаться? Вот чем услуга у одной компании может отличаться от услуги у другой компании? Неважно, это хостинг-провайдер или что-то другое. Стоимость ценами. Да, самый важный критерий – это цена. А второй критерий? Качество. Да, цена и качество. Вот эти вот два самые важные для нас критерии – цена и качество. А еще больше всего интересует баланс между людьми. Как за минимальные деньги добиться хорошего качества? Чем, в принципе, обеспечивается качество? Что мы можем понимать под этим параметром, когда мы ориендуем хостинг? Во-первых, у хостинг-компаний… Здесь я расскажу немножко про Shared – как наиболее популярная, наиболее дешевая и наиболее востребованная услуга. Чтобы разместить сайт, если вы уже размещали, вы сталкивались, у них есть панели управления. И, мне кажется, давайте их перечислю наиболее известные. А теперь панель, C-панель – то, с чем я работала. И есть панели, которые, в принципе, сделаны под заказ. Это личная панель управления у хостингов, но я знаю, что у TimeWeb есть такая, у Bagget, у Sprint-хоста я арендовала. Что она позволяет? Как мы уже говорили, у вас, когда вы арендуете Shared, у вас нет доступа к системе. Вы наделены какими-то очень ограниченными полномочиями. То, что вы можете сделать – закачать туда файлы, чтобы ваш сайт работал. Панели управления нужны, чтобы вы могли управлять этими полномочиями. Ну, то есть, грубо говоря, там есть кнопка «Загрузить файлы», «Создать сайт», «Создать базу данных», «Добавить домен». То есть, панели управления позволяют нам выполнить вот эти действия. Панели управления сильно отличаются по удобству. Если бы у меня был выбор, я бы никогда не выбрала ни вот это, ни вот это. Потому что они не человека понятны. Панели управления должны облегчать работу, а не усложнять ее. Я не знаю, это когда вы хотите купить ноут, и вам предлагают там… На одной стоит Windows 10, а на другой там стоит Linux и просто терминаль. То есть, на одной у вас красивый красочный интерфейс, где все понятно, а на другом у вас какая-то непонятная терминаль, куда надо ввозить какие-то команды, и вы вообще не понимаете, про что. Поэтому, когда вы выбираете, где хостить сайт, я вам рекомендую взять тестовый период и посмотреть, какая панель управления понятна. Если бы вы зашли и ничего не поняли, после как нервных смертей сайт, я рекомендую сразу отказаться, закрыть и больше не вспоминать об этом хостинге. Так же. Ну, какие у нас есть, в принципе, ограничения на хостинге, и сюда же, опять же, дали этого качества. Вам предоставляют какой-то определенный размер кейского пространства. Вот эти вот все. Ваш сайт, который состоит из HTML-страничек, из баз данных, из смешных картинок и не очень, они сколько-то весят. И надо, чтобы они могли уместиться. Вам предоставляется какой-то определенный размер диска. Так. Баз данных. Ну, обычно, если у вас один сайт, один сайт, два сайта, две базы данных. Е-мейл-ящики. Очень редко используются, ну, используются обычно интернет-магазинами и так далее. Если вы не ведете какие-то информационные рассылки. У вас вот разные несколько ящиков. Одна для общения с клиентом. Одна для заказов. Так. Третья для информационных рассылок. Четвертая на DeFi. Еще что-нибудь. Так. И есть еще некие ограничения. Размер оперативной памяти, выделяемый на процесс. Как я уже говорила. Если у вас есть сайт с динамическим контентом. Это ПХП. Это ПХП. Это программа. Ей надо отработать. Но если у вас программа слишком большая. Если есть слишком много оперативной памяти. Вы можете накрутиться на ограничения. И у вас все зависит от количества процессов на самом деле. И у вас сайт может быть недоступен нескольким пользователям. Просто потому что вы, ваши маленькие программы, ваши маленькие скрипты на ПХП съели все доступно оперативной памяти. И не могут выполняться больше. Так. Патерка ПХП. Я думаю, что вот последние два пункта мы потом рассмотрим. Есть еще ограничения на количество однопременных подключений. Тут все достаточно очень просто. Допустим, у вас очень популярный сайт. И, допустим, 100 человек одновременно хотят зайти на ваш сайт. Вот именно прямо одновременно берут и набивают в поисковой строке замену имя вашего сайта и нажимают Enter. Есть ограничения. На некоторых хостингах есть ограничения на это. Одновременно в подключении. И может так случиться, что вам захотят зайти 100 человек, а вы ограничены на 50. Соответственно, на 50 зайдут увидеть вашу страничку, а остальные – 404. На эти параметры надо обращать внимание. Вот. И они от хостинга к хостингу они разнятся. Поэтому, когда вы будете выбирать, надо на это смотреть. Так. А, иногда бывает трафик. Бывает анлим неограниченный, слайд ограниченный. То есть обычно ограничиваются либо входящие, либо исходящие. Чаще всего это ограничение действует на ВПС, на правил червера. Если поговорить про услуги ВПС, когда вы арендуете ВПС, ну кроме того, что у вас есть такие характеристики, так, что вам предоставляется сервер там. Сколько это там гигагерц. Это про процессор. Нужно, наверное, закругляться. Сколько это там оперативной памяти. Сколько это там диска. Вам еще предоставляется иногда панель управления. Это вот вышеперечисленные в ноль. ASP, Vesta, cPanel, DirectAdmin еще бывает. Это если вы не можете управлять сервером через консоль. Если вы имели дело с линуксом, вам, конечно, наверно, проще через консоль. Если вы не имели дело с линуксом, вам нужна панель управления. Можно вопрос? Да, да, да. Чаще всего, я так понимаю, на Windows серверах можно хочется, да? А бывает, что на Windows серверах? Да, конечно, можно. Знаешь, это дорого. Смотри, Windows серверы, они, в принципе, дороже. Ну, рынок такой. Они просто дороже. Вам нужно купить лицензию MySQL. Есть MySQL по Windows. И эта лицензия, она сколько это стоит? Сколько это стоит сама лицензия Windows? Сбирать ее как бы нельзя. Вам просто, вам предоставляют уже сервер с Windows, с готовой операционной системой. И вы должны, вас обязывают платить за лицензию. Лицензия стоит от 150, ну, и до бесконечности, в зависимости от того, какая сборка Windows вам нужна. То есть, покупаешь сразу лицензию как целую, или выплатишь каждый месяц? Каждый месяц платишь. То есть, у тебя стоимость VPS твоя складывается из... Ты арендуешь просто VPS, самую услугу, плюс стоимость лицензии. То есть, стоимость Windows лицензии и стоимость... Если это VPS, то стоимость MySQL. То есть, все сервера, они в основном на Linux. Как это он? MySQL или Microsoft SQL? Я с Microsoft SQL. Делеки тоже поставляются... Тоже можно поставить с панелью управления, тоже можно поставить с операционной системой. Да, соответственно, на VPS поставляют различные операционные системы. Чаще всего это всякие зоопарки Linux'ов, Ubuntu, CentOS, Debian, иногда GENTU. Если ориендуете VPS, честно говоря, на операционную систему можно не обращать внимания, потому что Linux, он и в Африке Linux. Я беру обычно по умолчанию с CentOS. Команды, на самом деле, для всего этого, они общие. И принцип действия никак не различается. То есть, если у вас будет VPS, то вы не заметите различий. Что у вас Ubuntu, что у вас Lever, что у вас CentOS. Различий очень-очень-очень мало. Так... Это, видимо, не за чем он и слайд. Скажем скобочкой. Да. Я думаю, что на этом можно закругляться. Было рассмотрено очень много тем. Было очень много сказано. После этого, я думаю, у вас нет небольшая каша в голове. А теперь, в принципе, будет такое небольшое домашнее задание. Достаточно простое. Я думаю, что вы берете себе подходящую услугу. Вот, подходящую, в смысле, по вашим навыкам. То есть это будет либо VPS, либо шейра бесплатная. Сейчас очень часто услуги берутся на тест. Чаще всего тест от 7 дней, надо говорить на 3 дня, до 2 недель. Соответственно, перед следующим занятием, я рекомендую сейчас на выходные, подобрать какую-нибудь услугу на тест. Для того, чтобы мы на ней разместили сайт. В следующий раз, мы разместим в какой-нибудь простой сайте. Можно выбрать? Можно вопрос? Да. А бывает, на продукцию Apple хосинги, на Markhos? Да вы, батенька, извращенец. Я не сталкивалась. Я не... У Apple, по-моему, вообще нет никакого серверного среза. Я не знаю, ты можешь попробовать отнести свой MacBook в какой-нибудь интернет-центр. Спроси, да смутливо стойко, тебя откажут. Но ты можешь попробовать. Не, некоторые, вот так, свой, я знаю, есть такие типы, маленькие коробочки стоят даже за бесплатных купол. Мини это ПК, который там чем-то обернут и так далее, с контрактом, что его нельзя никому трогать, кроме директора. Ну, это когда заморачиваются на то, чтобы не данные ни в коем случае не могли даже отмирить хостинги как-то получить. Такой ужас. То есть там, он может под замком там быть. Хорошо. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, можно задать. Если кашу в голове и хочется домой, можно уходить. А, точнее, я расскажу вам, ее можно достать по контакту, по почте, по скайпу. Вот. Вы можете переварить это и где-то в конце недели, когда вам нужно, надо будет что-то делать, как-то готовиться к следующему совету, задайте и звоните мне вопросами. Можно какой-нибудь чат, вообще. Чат, я думаю. Кто напишет, просто чтобы другие видели ответы на вопросы. А, ну, я думаю, что можно тогда просто написать в контакт, прям в саму тему. Ну, вот. Там в комментариях будет вот такая вот колбаса из сообщений. Ну, как вариант. Просто как бы чат в другой группе очень хорошо идет. Да. Спасибо большое. Спасибо. 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 Алиса, может быть, вы скажете, что на следующем заняться будет? А я уже сказала. Мы будем плотнее работать с теми, с теми, с теми, с теми, которые мы все-таки умудрились арендовать. И будем размещать самих сайтов. Прямо как будем размещать? Мы познакомимся, я не знаю, можно посмотреть в конфиге. Ну, может быть, просто тогда на шарит хостинг они сориентируются и на нем сразу, или как? Мы все будем типы рассматривать или какой-то один именно хостинг общий там? Ну, вообще я подразумеваю то, что те люди, которые прям…